В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу ВК или Телеграм. Магическим образом я оказалась не в своей комнате. Да, я... Впервые. А знаете, а у нас вообще сегодня очень много будет магических... ...вещей. Как вы уже поняли по моему каналу, я очень люблю наблюдать за всякими странными людьми в интернете. Ну, которые, там, знаете, и в конспирологию верят, и во всякие, там, натальные карты, Таро. Вот это вот все, короче, дело. Но одна вещь, которую я еще не... Вот есть натальные карты, да? Есть настяльные карты, например? Анальные карты. Ну, в смысле, для Анны? Нет, для Анала. Пошел нахуй. Настя такая, я пыталась тебя спасти от этого кринжа, но ты не хочешь, да? Я протянула... Аригато. Нисан, аригато. Какой хороший, этот, косплей на Кабояше. Понимаешь, я тебе протянула руку побочью, но ты ухватился за чьи-то анальные бусы из жопы, которые тебе показали. Да. Хотя, ладно, анальные карты есть, это это. Колоноскопия. Составляют анальные карты. Да, составляют, да. Что за парень, а? Мой парень. Са изучила, это сверхспособности. У меня в окружении есть один человек, у которого просто золотые руки. В общем, она умеет всё. И татуировки сама себе делает. С золотыми руками, это Кирилл, готовит всякие вкусности. Кот уебал вас, это, по ушам хвостом, чтобы вы понимали. И машину прокачивала, и вязать она даже умеет, представляете? Мастер на все руки. И сегодня я её позвала, чтобы проверить все эти сверхспособности на ней. Эксперимент 626, всем привет. Знакомьтесь, это Полина, она умеет всё. Мы уже знакомы. Далеко я подумала, что Аля себя клонировала. Да, я на превьюшке тоже сначала подумал, блин, это Аля и Аля? Или это всё-таки другая девчуля? Кто-то умный, я уверен, напишет, что это дочь Али Сибирска. Просто помнишь тему Скайлести? Ну да. Да. Добрый вечер. Я буду тебе показывать всякие разные обучения телекинезу, лечение руками и даже немножко левитации обучивать. В общем, посмотрим всякий разный контент. Я надеюсь, что... О, она у тебя хрустнула? Да, так я тоже умею. Давай. Добро пожаловать в мою школу магии. Мне сегодня реально как Гарри Гудини. А ты моя женщина для распила. Моя женщина. Видишь, я сегодня с третьим глазом. Ага. Как ты без третьего глаза живёшь? Вообще. Так нельзя. Поэтому я тебе тоже принесла. Я думала, это надо на монтаже. На монтаже так и останется, да? Я теперь сим. Всё. Мы прозревшие. Как назовёте вашего симса? Начнём с базы. Телекинеза. Если вы не знаете, телекинез — это когда люди двигают предметы своими руками. И сейчас это безумно популярно в ТикТоке. Как правило, они двигают не очень тяжёлые предметы, но у них это получается очень эффективно и эффектно. Улыбка такая. Она такая. А ты так не умеешь. Ты видела вот эти потоки? Преломбление пространства. Да-да-да. Просто делаешь пас и ждёшь, пока он пизданец у какой-то из сторон. Да-да-да. Вот это чудеса! Магия. Мэээджик. Я силой мысли могу только свой писюн подымать. Мир наполнен волшебством, если ты тупой и необразованный. Да. Левитация! Нет! Левитация! Да! Посмотри на её лицо тоже в этот момент. Опять чест. Сейчас уже бывает такое, что вот надо подвинуть палочку суши на бутылке. Очень важная способность. Она даже переместила. Типа не дышит, нет потока воздуха. Ничего не мешает её силам. Может быть телекинез чем-то воняет? Воняет обманом. Показывайте больше таких роликов. Пусть люди наконец-то осознают свою мощь и силу и перестанут быть на этой планете жертвами. Бля, я так угорал с чела. Может быть... Блин, кто знает, может он попадётся в этом видосе. Ну короче, он показывал, как он типа левитирует. Его просили научить и всё тому подобное. И потом чел какой-то из подписчиков его просил научить. Он согласился. Тот типа выполнял его указания, но что-то у него не получилось. И всё пошло не по плану. И он такой, не беру учеников такой. И зачем мне вообще кому-то что-то доказывать? У него там были моменты, где он типа перелетал через реку. Но были кадры удобно подобранные. Я такой... Знаешь, что мне сразу... Хотелось бы верить, но верится с трудом. Напомнил оттуда видос чела типа на метле как летал. Ну... Ну... Ну тут мемный типа видос. Где подпрыгивал и это. И потом нарезал. Типа ты так не умеешь, что ты жертва? Ну палочки ты двигаешь руками, ну ты жертва. А-а-а-а. Те, кто не верят в это, просто имеют недостаточно знаний. А вы молодец. Тоже хочу попробовать. Сегодня ты сдвинул палочки из металлической банки, а завтра двигаешь тектонические плиты. Строишь пирамиды. Тут он хамона. Телекинез существует. Я сам его обладатель. Но проявляется телекинез в очень стрессовых ситуациях. Когда на кону жизнь. Фух, хоть кто-то написал. Знаешь, я просто такой телекинез сначала подумала. Ну, рассветный мужской телекинез. Ну, простояк. Ну. Для тех, кто не понял. Либо тот телекинез, который выталкивает какашку из кишки. Нет, тот телекинез, который заставляет подниматься мужские яички при холоде и смочиваться соски людей. То, Полина, наше первое задание. Я тебя скидываю с балкона. Я сейчас тебе пинцетом выщипаю все брови. Давай. Показывай свои суперспособности. Как научиться телекинезу? Ну, я смотрю уже. Как бы, да, все. Хочется учиться. Телекинезу. На тело. Есть разные способы воздействовать на предмет, чтобы он переместился. Это с помощью рук. С помощью глаз. И с помощью слов. Когда вы на... Что-нибудь расскажите людям в ТикТоке, что этот... Нестабильный свет лучше не ставить перед камерой. Это больно. Да. А еще я смотрю на нее. Она мне напоминает немножко ту эту юмористку из КВНа. Ну, есть такие вайбы, да. Она могла бы себе карьеру в стендапе сделать. Потому что у нас только женщины с ней конвенциональной внешностью, видимо, в юморе воспринимают. Например, говорите предмету «поднимись». Предмету всегда, на самом деле, интересовало... Поднимись. Райс! 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 Предмету «поднимись». Предмету всегда, на самом деле, интересовало, почему там не с помощью ушей. Типа, ну, большая часть людей там умеет говорить, там... Ох! Илажка! Аля тоже удивилась. Я каким-то из ухов могу двигать, и то у меня еще это... Часть головы двигается. У меня справа проблемы с подвижностью. Слева иногда получалось. Мне приходится... Я специально этого не покажу. Мне приходится двигать бровями... Тут мало подвижное. Тут справа все мало подвижное. Мне приходится двигать бровями, чтобы у меня двигалась кожа головы. Ну, я чувствую просто, что она двигается. Ну, токсичный Александр. Все мы были такими! Все мы были такими! Я хотел быть Человеком-пауком, Пауэррэнджером, Саб-Зиро, Скорпионом, Люк Энгом... Этим... Телекинетиком, еще кем-то! Черепашкой-ниндзей! Ну, ребята! А я че? Я в шестом классе с подружками играла в Зачарованных. Я была приуполчать... Да, телекинез? Не... А я не помню, я играл в Зачарованных или нет. Я мелкая кузина моей подружки. Я была Пайпер. Потом... Я не помню, кто еще был Фиби, кто был там Пейдж. Но я помню, что я всегда была Прю. Я, по-моему, не играл в Зачарованных. Я максимум мог играть с собой, пока смотрел Зачарованных. Ну, наряд у них там, мое почтение. Ну, совершенно точно я помню, что я плакал, когда умерла... Прю. Прю? Я по именам плохо ориентируюсь. Помню Фиби. Прикол в том, что у них все имена на букву П. Понимаешь? Кроме Фиби. Не кроме Фиби. А, Фиби, она же тоже на П. Пейдж там же. Пейдж, да. Пойди, не, 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 что? Она двигает ушами. Я же говорю, она все умеет. Бля. Вот если бы говорили, вот надо двигать предметы там ушами, вот тогда я бы сказала, вот это реально сложно. Я правым мушком могу двигать. Я считаю, что плюс один в пользу того, что ты обладаешь суперспособностями. Начинать лучше с рук. Для начала... У всех свои. Я носом могу двигать. Настя боком язык поворачивает. Суперспособность. Да. Вы растираете ладони. Вы представляете, как из ваших ладоней выходит энергия. И вы формируете энергетический шар. Представьте... Розинган, то есть, надо собрать, да? Она что, джирайя, что ли? Какого цвета шар из вашей энергии? О, нет. О, нет. Почему я представила шар из говна? О, нет. Синий. Ну, я бы хотела, чтобы он был зеленый, но пока он какой-то бесцветный. Вот я сейчас между руками чувствую просто как магнит какой-то. Да, и глеб не что, да? Ты чувствуешь что-то? Да, чувствую. Какой он? Такой. Сквиш. Синий. Синий сквиш. Да, да. Примещать. Блин, а помнишь, есть такая штука, когда ты, типа, руками сдавливаешь, а другой держит руку твою. И потом тебя отпускает, и ты такой пытаешься сетовать, и у тебя есть ощущение того, что, типа, тебе что-то сопротивляется. Вы не делали так в детстве? А еще когда вот так делаешь ощущение, что у тебя пальцы на плоской поверхности. Мээджик. Да нет. Нет такого ощущения. Надо синхронизировать прям хорошо. Оно синхронизировано. Но я помню просто про вот эту, ну, типа, да нет вроде. Не делай так слишком долго, значит, станешь фокусником. Или персонажем Лапенко. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Не, шо, не помнишь? Эта программа «Сдохни или умри»? Да, ну я делал мистера Бернса. Мистер Бернса. Бернса. Бернса от Бернса. В играх они хоть команда, но срутся по всякой мелочи. На стыдное активное братство. Жута слезы веселятся. Вы берете кусочек салфеточки или кусочек бумажки, чего-то очень легкого. Сейчас за туалеткой схожу. Вот тут пердит, а там просто воняет со слива. И кладете на стол. Хе-хе-хе-хе-хе. Понимаю, бывает. У нас на той квартире такое бывало. И слив сам пердит тоже. Да. А вот на той квартире у нас со слива пованивало, но пердеть он не сильно часто пердел. А здесь вот часто пердит в кухне слив. Я бы не сказала, чтобы в ванной редко пердел там. Там? Да, именно в ванной. Ну там он редко пердел, но пердел так, что потом вся квартира обсиралась от этого пердежа. Ты же помнишь это? Да. Там еще такое громкое. Но в раковине всегда пердела, когда стиралка стирала. А, ну это хлюпало скорее, не пердела. Хлюпание влажных труб. Старайтесь ее сдвинуть с места. Но если вы не видите результат, значит вы его просто не видите. Расходите к кокулисту. Результат есть. Значит, процессы пока что происходят на тонком уровне. Ну давай, подвигай. Давай, рычи. Давай. Давай, попробуй. Так, перекладываю. Направляю. Улетела! Если она не полетела даже у вас, случайно, не переживайте. Как бы в астральном мире она точно подвигалась вот на тонком уровне. На тоненького. На тоненького. Люди, а это рил работает. Чуть-чуть бумажку подняла, потом она упала, а у меня сильно начали болеть руки. У тебя руки болят? Я чувствую такое вот, знаешь, ломота. Ломота. Сложная работа. Ребята, я уже двигаю банки. Старайтесь и терпите. А что терпеть? Банки? Короче, бабушку надо научить. Бабушка будет в восторге. Баночку заворачивать на зиму. Ребят, вам смешно? А я по рофлу попробовала и у меня тушь покатилась. Прямо с ресниц упала. Я тоже так умею. Только с другой уже силой. Просто сидишь. Ну, когда грустней. Аааа. Грустней вот это. А как после телекинеза? Блин, удобно было бы, если бы у меня был телекинез, можно было бы не тянуться и на камере фокус подстраивать отсюда прям. Более детально. Да. Телекинеза забрать энергию обратно. Ну что-то вот, знаешь, телекинез вот как работа какая-то. Обратно не заберешь. Даже деньги не приносят ваш телекинез. А прикинь, так прокачаться, чтобы вот наоборот себе приманивать деньги вот так вот с карманов. Почему этому не обучают в первую очередь как бы? Это вот самый важный скилл. Все законно. Короче. По поводу восполнения энергии. В общем, я нашла целый институт, который помогает восполнять энергию. Институт биосенсорной психологии. О, опять ты. А тебя прям не отвязаться. Его ученики его уже задолбали. Пытаюсь активизировать энергетические меридианы. Ты-то точно этим будешь долго заниматься. Вот что это такое? Для начала выпрями руки. Короче, меридианы близко не бывают. Да ну не вот так же, ты похож на зомби из фильма ужаса. Стоп, сирает меня. Это его авторская методика. Пассивно агрессивно, реально. Найди среднее положение, как будто ты несешь большой мяч. Ух ты, я прям чувствую, как по пальцам что-то течет. Чувствуешь, как по пальцам что-то течет? Да, по вот этим. Течет мне по венам, по сосудам. Я чувствую. Вау. Ты что, типа вампир? Чувствуешь, что слишком долго держала руки вытянутые, да? Да, это как... А можно уже опустить, пожалуйста, да? Меридианы мы активировали, а теперь будем садиться в позу лотоса. Сижу и занимаюсь в позе лотоса. Эта поза называется лотос. Не лотоса, а лотос. У нее название такое. Поза лотос. Это принципиально важно. Very dushna, ok. Грамар наци, доебался. Подними себя на кулаках и отставь немного назад. Все, мы повторяем, садимся в позу лотоса. Требовательно учил. Окей, у тебя тут уже зеленый ковер подготовлен. Давай, туда, быстро. На колени. В позу лотоса. Расправь плечи и сбалансируй положение тела руками. Ну как, поток лучше ощущается? Ощущаю поток. Можно дышать уже? Да, можно все дышать. Пишите пока. Хорошо. Он так ревностно защищает эту позу лотос, что я забыла о существовании падежей. Я думаю, мы освоили позу лотос на 200%. Хрюкнула. Хрюкнула. Моя ученица, да. Нет, там слышно было. Сейчас должно все стать понятнее, к чему это вообще все. Телекинезишь? Таюсь. Как успехи? Да никак. Я уже смотрел строго и напрягался. А он ни в какую. Может не надо вот так напрягаться? Мне кажется, он был бы хорошим практологом. Не напрягаться. Не надо. Да. Расслабься. Все хорошо. Было у тебя такое мягкое, расслабленное, погруженное состояние на занятиях? Было. Ну попробуй просто заниматься без напряжений и не надо так злобно таращиться на предмет. Договорись с ним, как с человеком. Договорись. Предложи ему. Банк. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Ну давай, ну пожалуйста. Тебе что, сука, сложно? Тебе въебу, если не двинешься. Ха-ха-ха. Да? И потом как в том видосе, где въебали в монитор, да? Да. Понимаешь, я такое делаю это и думаю, блядь, блядь. А прикинь, сейчас сработает и я обольюсь. Я такая, блядь, она же обракинется. Да, я обольюсь. Угу. Может, ты подвинешься? Может, на я подсяду? Пожалуйста. Может, с ним помягче надо? Массаж ему сделай. Ха-ха-ха. Относись к предмету. Почистать за ушком. Оставь, что это Антон. Ты же с Антоном. Можешь договориться? Он начинает двигаться, да? Согласись. Подвинься отсюда. Давай. Может, вы погладите? У вас буст. А-а-а. Туалетной бумагой пропил. Сон, блядь. Вот так. А-а-а. Он двигает! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! У них там змейка. Это лучше. Все-таки же она крутится. Еще говорят, что телекинеза не существует. Что тут скажешь? Видимо, это говориться ни от большого ума. У меня других слов не было просто, простите Просто так это заявляли Но мы же можем научить Это не настоящая поза лотос? Лотос, блять, я уже задушлюсь теперь Лотоса Ну, насколько я знаю, поза лотоса Это не просто ты ножки сложил А надо именно закинуть так, чтобы они зафиксировались друг на друге, да? Да, сплести их Прям сплести И это не просто Ты не просто садишься и сидишь вот так вот это Когда ты просто так сидишь, то называется по-турецки В русском языке Ладно, хорошо, все, убедили Убедили, мои хорошие Все, мы это проверили на себе Ребята, давайте, все, договаривайтесь с вашими предметами Будут за вас ходить в школу и на работу Кстати, по поводу школы Я нашла мамочку в ТикТоке, которая перевела своих детей на домашнее обучение И дома, например, они занимаются телекинезом Мама говорит такая вот У нас есть обучение дома Обучение дома Мой сыночек и я практикуем телекинез в первый раз Всем, я надеюсь, посмотрю этот видосик Угу Вот это Эльза просто! Let it go! Лё, скажи, какая весёлая мама Да вообще Алфавит не знаем Ну, если это один видос такой И они просто его записали То я склоняюсь к тому, что это скорее угар Нежели по-настоящему Ну да, это во-первых Во-вторых, если руки очень сухие То можно так вот натереть и прилепить к себе фольгу Статическое электричество Физика Это телекинез! Ну, они, знаешь, это как физику они обучают Типа вот как вот Вот так тоже можно Ну, смотри, сыночек Let it go! Let it go! Потом станет автомехаником Выглядит очень весело Я прям посмотрела Такая прониклась И комментарии такие очень хорошие у неё пишут Ну, на самом деле, выглядит как будто Они просто развлекаются И ничего плохого нет Ну, я и говорю, да, да Ты пробовала в детстве телекинез? Я хотела гипнотизировать, знаешь Короче, в детстве была такая книжка Molly Moon Я не знаю, видела ты или нет Там такая была яркая серебряная золотая обложка И там ещё такой мопс был нарисован И там про девочку, которая занималась гипнозом Через какие-то камни Там очень, конечно, очень запутанная история И я всегда хотела заниматься гипнозом И я потом купила себе книжки по гипнозу Я читала какие-то книги про Вольф и Мессинга В общем, мне вот эта вся тема была интересна Аля гипнотизёр У меня такое было в детстве, что я тоже интересовалась телекинезом Я пробовала всё это, сидела, делала мне лет 10-9 Я сижу и пытаюсь спичку это сдвинуть У меня никогда ничего не получилось Поэтому я забросила Я пытаюсь спичку это сдвинуть У меня никогда ничего не получилось Поэтому я забросила Нитая эмоция Али Я считаю, чтобы моя мама была такая же весёлая, как вы Но потом я узнала, что это их настоящая такая программа обучения дома Которую мама разработала сама Потому что она не доверяет государственным школам И забрала ребёнка из школы, чтобы он не набирался ненужный информат То есть это правда Эх Эх, так скажем В общем, она там обучает тому, как запланировать пол ребёнка Продают астрологические календарики Я надеюсь, что мама знает, насколько на самом деле опасен телекинез Поднятие слишком тяжёлых предметов может привести, знаете, к очень печальным последствиям Ты видела, он холодильник подвинул? Вопрос, зачем? И почему? Ты видела, он холодильник подвинул? Вопрос, зачем? И почему? Он стоит на месте А чё ты обесцениваешь? Вот Антона рядом не будет А тебе надо что-то подвинуть Ты такая берёшь Например, холодильник Да У тебя пошла кровь из носа? Да, может и головные боли или тошнота Очень странные дела Я тебя узнала, Тоша, ты же та самая Полина, которая снималась в косплей на странные дела У меня были А я думаю, блядь, на чё ж это похоже было Головные боли и тошнота Когда я не хотела останавливаться, но всё же не истерпела и остановилась Потом вновь начала Уже были просто головные боли А вот когда голова болит, знаешь, там от Wi-Fi, от 5G-вышек Вот это другое А когда телекинеза, ну это уже, знаете, во благо Приятная боль, вот как после зала Созод лопнул Не Энергия космоса О, господи И такой У тебя это, у тебя глаз с кровью налился Нормально Эта энергия из космоса протекает Мы не будем делать реакцию на скибиде туалеты Потому что мы уже делали реакцию на скибиде туалеты Да А как заказывать ролики написано в описании Ты увидела? Да А как это? Как это возможно? Монтажа здесь нет Вот я тоже его не увидела Физика Возможно Что? Я бы на супок варяется Надо этим Это всё, что я нажму от рукой Смотри Хорошо, мам Сделай мне огонь Все внимательно смотрим сюда Сейчас будет огонь О, огонь Горит, видишь? Нет Ну, монтаж потом будет Вы думали, как добыли огонь? С силой мысли Аля растиралась монтажом, растиралась Эх Да Я думаю, там Химия или физика замешаны Либо просто очень хорошая срезка Да Отвечу просто на всё это Прикиньте так на врага А прикинь, оно ещё Фаербол Да-да У Чиха Саски, да? Клан Учиха Огненный шар Не, зажжённые ватные палочки Вот так вот летят Да-да О, врага Пьяный, вот Проспиртованный такой Он вот так загорится просто Блин, круто А можно такое на людях делать У меня создаётся такое ощущение Что эти телекинетики Любят только разрушительную энергию Ею питаются Я нашла аккаунт одной девочки Которая любит разрушать Вот эта девушка Она в телекинезе уже 9 лет Это на 9 лет больше, чем я Чё-то мне прихватило живот Так в туалет захотелось Это, случайно, не ты, Полин? Да, реально? Реально? Чшшш, понос пройди Такая это, чисто Помогла подружке Подтолкнула какашку, да? Да, она слала порчу на понос В общем, если она приходит в ТЦ Она сразу идёт крушить О, боже мой, заставка кончилась Охуеть Ну, а могла бы, наверное, чинить Ну, пломать телекинез, знаете, я тоже умею А чинить, даже без телекинеза не умею Вот смотри, ты можешь быть как она, только круче Видишь, это твой враг Ты знаешь, вот так вот снимаешь Снимаешь-то возле этих мониторов Наконец один из них заснет И ты такой потом связаешь кусочек Как-то этого, ты 4 часа как дурачок стоял, да? Игрушки даже двигает Реально Всё, забрала бесплатно, теперь мой Отработала Отработала, да Давай, это какой-то вотчдокс Давай, моргни пару раз Ну ты моя хорошая Ну ты моя сладкая Тоже помогает Давай, давай, дорогая Аля сводит меня сумочек И лампочку кладем Аля, что будет дальше? Вообще-то я тебя обучаю Да, почише, почише, почише Вот так хорошо, да За ушком, за ушком Не горит Молодец Вы не видите её, значит, не горит Всё равно, что-то вот они всё разрушают Разрушают Но что-то они вот Не нравится, что у них нету какой-то Доброй Доброй Да, да, да Созидатель Нет созидатель Настроение поднимать Мечить Дорогая, сейчас я тебе покажу В ТикТоке Есть целая каста женщин Которые лечат потоком Типа руками Я их обо... Я помню, когда я в своё время Смотрел эту херню с этими С челами, которые В Индии, по-моему В живот, типа, влазят Не в Индии, на Филипинах, по-моему А, на Филипинах Я так до сих пор не... Возможно, мы с тобой разговаривали Ты говорила, но я забыл Это скам, конечно Насколько это скам И вообще, что это такое И как это делается Это скам Интересно, как они это реализуют? С помощью, очевидно Потрохов Животных Ну, нет Я имею в виду, что оно выглядит Так складно Как будто бы Выковырено Монтаж Магия монтажа, конечно же Ну, да, скорее всего Поэтому, мне же, мне было просто интересно Как это реализовывается Да-да, школа восстановления Пожа, я за ней всеми слежу Я на ночь смотрю порой Вместо ASMR И мне вот эти вот их движения Они просто завораживают Смотри, вот она тебе делает массаж ног Но при этом даже тебя не трогает Просто вот руками, видишь? Чувствуешь массаж ног? Ну, еще одно чувствую Начинаю Я прям чувствую От воспаления уже Почему не в медицинской форме? Я вот почувствовал то, что показали с ногой А вот ты не мой массаж ног Я не почувствовал Я не только чувствую привкус Наебалово у себя на языке Ну, вот это уже серьезные, понимаешь, как бы вещи От пивного живота Равно Она типа такая От пивного живота? От блуда От трещин заднего прохода Это мой самый любимый Я вот даже повторила Вот попробуй за ней повторить Давай Ребят, у кого трещина в заднем проходе Не отчаивайтесь Сейчас мы с Алей Тщательно их обработаем Сгладим ваши трещины Застопаем вам очко Так и говорите Да-да Разгладиваем трещинки Заднего прохода Ребят, скажите, как у нас получается Кому-то помогло Там уже Чувствуем легкий ветерок Кстати, писали в чате про гадание на складках На анусе Или что-то такое Да-да Я не удивлюсь, если такое правда есть Конечно Знаешь, как гадание по руке Только по складке ануса Кстати, правда есть такое вроде бы Сзади Ребята, пишите, как вам Дайте, пожалуйста, нам отзыв Помогло ли это вам избавиться от трещин Водичкой все смывали Вот так Если вам помогло Вы можете нам оплатить услуги Подписавшись на канал Заходите к Полине тоже, пожалуйста Поставьте нам лайк Номер карты оставим в описании Я думаю, мы справились Есть еще одна женщина У нее немножко другая техника Она такая Филиппинские хиллеры Потроха животных Подкладывают себе в руку Песчана под платьем Когда начинают живот Человеку гладить Незаметно Одной рукой Берут потроха И словно Вытягивают из человека Хороший вид Обмануть туристов Ясно Ну, я Такие видео Понимаешь, Black Flamberg Я разблокировала себе Про них воспоминания И пришла к такому выводу Самостоятельно Я Ну, в общем-то, да, логично Я просто, понимаешь Видео-то эти Последний раз видел Лет 15 назад Ну, они же все Закончились С приходом Телефонов С видосами С камерой Хорошего качества У каждого Возможно Поэтому я больше Эти видео не видел Ну, да По той же причине По которой Куда-то делись НЛО Угу Такая прям Очень завораживающая Убираем Ожирение Слушайте Мой Голос У нее там Картошка жарит А я могу на нее В суд подать Если у меня Не ушел жир И у меня набралось Еще больше После ее видео Ну, да Мой второй подбородок На заднем фоне Типа Журщик Мне кажется Если бы я была магом У меня были бы Сверхспособности Я была бы Именно хиллером Каким-то А ты как думаешь Я хиллер Мне нравится Она реально Как самая работает Даже если она не работает Просто приятно Залипать Но мы перешли К самому сложному уровню Который я До сих пор Как бы не очень понимаю И, к сожалению На эту тему Даже нету никаких обучалок Но мы должны Это с тобой посмотреть Кажется это невозможно Но я встретила Экспертов В области Левитации Начинается О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот этот хуй. Про него я говорил. Про него я говорил. Ты видишь? Да. Это он на сели попу так поднимается. Да, на сели попа, это люди как ракета взлетают. Так он пергид непрерывно. Это села попы. Да, видимо. Вот он, кстати, сидит в позе лотоса. Ну, знаете, кстати говоря, кто тоже вот такой фигней с Камилой, этот лидер секты, этих придурков, которые в Токийской метро людей с Арином травили. Вот. Получается, в этой позе лотоса он подпрыгивал, его фоткали и говорят, что он левитирует. Смех смехом, а ну, он, кстати, помер не так давно. И хер с ним. Это он маг ветра. Ты понимаешь, как это работает? Нет, честно. А ты видишь? Что я могу остановить часы, я могу остановить метронон. Абсолютно все. Он остановил мой взгляд на себе тоже. Даже мобильный телефон. Это что было? Это лоб-скала, что ли? Смотри на эту мигу. Ну, этот как-то с монтажом прям сильно заморочился. Он умеет. Взгляд на себе тоже. Раз он и внизу мог пронести, и сверху смог Это мобильный телефон такой. Я на улице видела таких чуваков, которые тоже с палкой, но там есть такая типа техника. Да-да-да, у тебя через руках проходит и такая под попу горка. Ты видишь, что он меня убедил? Плёк для того, чтобы люди видели, что это конец палки. На самом деле под ним стоит человек грин-скрин-мен. Ну, а как он не упал? Типа он же там палкой проходился, он бы там смел его. Я не знаю, честно. Это всё, что я могу придумать. Но он летает. Я думаю, он просто сидит на этом, на чём-то с зелёным экраном. Хрен знает. Поэтому я и пошёл смотреть дальше его видео, чтобы понять, как он наёбывает. А заметь, что у него соскушленные качества. Ну да. А вдруг не наёбсик? Хочется же поверить в магию. Ну, сейчас ещё не бывало просто подъёма веры вот во всякую магическую хренотень. Поэтому всякие Кашпировские вылазят опять. Понимаешь, Анастасисия, я в начале видео про него и говорил. Я про него и говорил про этого чела. И что он там в комментах всем отвечает? Ой, зачем мне что-то доказывать, если вы не верите вот такое вот? Всё, это всё. Это единственное объяснение. Он полетел. Реально как джинн. Балансирует на куске воздуха. Левитация доступна абсолютно каждому человеку. Итак, ну короче, кто-то, видимо, разгадал левитацию, сейчас нам объяснят. Ну да, вон прологи есть. Да, да. Ну, ага. Что-то монтаж. Да. Знаешь, что самое смешное? На кроссовках грешки, склейки видно. Это иск... Искреление пространства. Искреление пространства происходит вокруг меня, потому что моя жопа настолько огромная, а пузо ещё больше. А это не искреление пространства, это монтаж. Искреление пространства просто. Вот оно как. Я бы на самом деле не пробовала тогда такое дома, раз там пространство скребляется. Вот мы и полетали. Короче, мы прошли левитацию, я тебя подчеркнула. Это целый сериал в ТикТоке. Да. Канал попал под управление двойника, который выкладывает следующие два ролика. И это Матрица. Добро пожаловать. И судя по всему, это и есть тот самый двойник, да? И вот во втором из них на самом деле... Раньше, как говорится, только в доме... Дома знали, что ты дурачок, но я могу добавить ещё к тому, что раньше только твой лечащий врач знал, что ты поехал кукухой. Добро пожаловать. И вот во втором из них на самом деле не он ликвидировал своего двойника, а двойник ликвидировал опять же своего создателя. Геометрическая прогрессия активирована, идут копии. Этим двойником являюсь я. Добрый день. Перед вами двойник двойника. Это телешоу. ТВ-3. Ведущий. Да, он ведущий какого-то нового телешоу. На кое хрен вообще тогда создавать двойников, если они могут тебя ликвидировать? Не, ну этот уж точно будет добрым и меня не ликвидируют, а будет за меня мыть полы, выносить мусор, да? Ну, понимаешь, ты же сам должен знать, какая ты гнида и мразь. Да, таки, да. Потому что если бы я был двойник, мы бы вдвоём сели бы играть ДВД. И жрали бы как не в себя ну, PlayStation. Ля, она уже продумала всё. Там телек стоит, у меня есть PlayStation. У меня было бы стонгс. У меня было бы две женщины. Мы обе были бы жирными мразями. А так у тебя только одна жирная мразь. А минусы будут? Это очень интересно, если бы я не была собой, я бы занималась примерно таким же, потому что это реально, ну, прикинь, какое шоу. Мой двойник убил меня настоящего, и вообще там целая драма разворачивается. Давай, альт-тик-ток создаём. Да, да. Ну, а сейчас на берегу этой прекрасной реки мы будем левитировать. Знаешь, люди делают прикольные вещи, они разыгрывают сюжеты в косплее. Вот это более прикольная, мне кажется, фигня. А тут человек просто как шесть выглядит, извините, пожалуйста. К двойника, и такие, ну, пойдём, полетаем, общем, логика ещё дальше, а потом он завоюет землю. И совсем не стоит на гринскрине. Да, 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 совсем. Чел, у него есть свободное время, чтобы заниматься вот этим. Значит, что он счастливый, и у него есть много времени, и хороший тел. У меня такое ощущение, что у чела есть студия, которую он сдаёт, и сам он работает фотографом видеоператоров. Возможно. И, так сказать, на досуге, когда не сезон, он как раз, ну, видишь, там, типа, на фоне природы, когда холодно, когда нет сезона свадеб, он такой хернёй занимается. Тогда я могу сказать так, ребят, не ходите к нему фотографироваться и снимать видео. Он очень плохой видеомонтажёр, потому что мы палим то, как он вырезает себя. Ждём сериал на ТВ-3. Я не знаю, познал ли этот чел в метаиронию, рофл, но где заканчивается... Сначала двойник, а потом двойник, двойник. Рофл. И был ли он вообще, я не знаю. И самый прикол, он даже не показал и 30% своего дара. Конечно, я тебе это всё показываю, чтобы ты вот поняла, кем ты можешь стать. Ты вот уже умеешь очень много, но ты можешь эскалировать твой дар. Раскрыть твою способность. Ну что, пробуем телепортацию с помощью ресурсов собственного организма? Ну, ресурсов собственного организма. Учимся и смотрим. Полезно. Росил, его нет. Пу-пу. Летит в пространство и времени. Ну, это всё не так просто, нужно время. Телепортировался. А кто телефон забрал? Двойник. А, ну вот для этого реально... А, ему должен был двойник, чтобы он был ассистентом, но каждый последующий двойник хотел стоять в кадре. Чтобы вы знали, мы получается тогда в каждом видосе, где есть что-то, что надо вырезать и происходит срезком и телепортируемся. Да, но с таким звуком. Нужно двойники слушать, телефон с тиктоком забирать, выключать с штатива. Что так посмотришь? Мне кажется, ты это уже и так умеешь, да? Конечно. Я даже не думаю, что нам надо это пробовать. Сейчас я телепортируюсь из этого леса куда-нибудь в соседнюю страну вместе с телефоном. А как? А что? А его это... Ну как? Ну правильно, берешь, снимаешь, готовь, что ты телепортируешься, потом снимаешь, как ты в Турции в All-Inclusive, когда дыхаешь на путевке по скидке и такой. Я телепортировался, я телепортировался, потому что никто же не знает, когда ты первый кусочек снял. Я телепортировался, такой немножко водки в организм попало, когда портился, да? Да-да-да-да. Собрал весь спирт по дороге. Это то самое. Это, когда телепортировался, пролетел через этот, через грузовик с вискарем, да? Через фуру с водкой, которая была новость, помнишь? Перевернулась, да? Да-да-да. А что? А его это... А как-то там уже не течет. Против? Они там уже привыкли? А то мы уже его знаем. Он просто, да, он тут летает, телепортируется, так что ему можно. Ой, где я? Я так же путешествую в самолете. Честно, что-то он как-то не особо удивился. О, а где я? В Мурнбе. Ну, это любой мужик может сядь, потому что вы всегда ходите в одной той же одежде. А вот нам было бы снять такое проблематичное. Как объяснить, что во время телепортации поменялись прическа, аутфит, макияж, обувь? Ой-ой-ой, выебываются, она фэшн-леди. Ну, это вне зависимости от нашего желания происходит. Например, просто как нарисовать такие же стрелки? Никак. Отправили, я бы такая что делать. Подскажите, что за страна, куда я попал? Пишите ваши варианты в комментариях. А интернет-то он провел себе в другую страну. Как это он оттуда в ТикТоке бросит? У него тариф, тариф. Алло, алло, ТикТок? А это я где? А что это тариф? Тут могла бы быть ваша реклама. Мне кажется, либо он рофлит, и он прям выкупает, что он делает. Он просто такой у него контент. Либо он не рофлит. Два варианта. Я надеюсь. Я очень хочу, чтобы это было не рофл. Я хочу, чтобы это было правдой. И я хочу верить, что такой интернет правда существует во всем мире, который работает с любой точки шара. Какой-то тюториал мы все-таки нашли на телепортацию. Но никто нам не объясняет, как это делать. имя Green Screen можно в любой точке мира побывать. Да? Да. Я про Final Cut, когда ты там объясни. Сейчас послушаем настоящего специалиста. Например, в фильмах вы могли видеть, как герой резко исчезает в одном месте и тут же появляется в каком-то другом. Ты такое видела в фильмах? Нет. Я только на YouTube такое. У вас телепортация, да? Да. Видео в ТикТоке. Да, в ТикТоке. Все, что нам показывают в фильмах, в мультиках, в сказках, это все имеет место быть. Нельзя отвергать информацию просто потому, что это не доказано ученым. Мы с вами не знаем и половины того, что происходит. Расскажу вам одну технику, с помощью которой можно научиться телепортировать. Мне нравится... ...скольного слова. Мне нравится эта очень удобная позиция. Нельзя отвергать информацию только потому, что это не доказано учеными или доказано учеными. Очень удобно. Да, не верьте никому и ничему. Ученые занимаются хуйней, они все придумывают. Не, ну типа понятно, окей, допустим, нет какого-то стопроцентного опровержения, что там магии не существует и что там нету жизни после смерти и вот этого всего. Но в то же время и верить в это так же ты... Как можно в это верить, если ты это не видишь и не знаешь, что оно существует? От того, что оно не доказано, это не значит, что в это надо сразу же верить. Так вот, еще если при обычном путешествии желают счастливого пути, то при телепортации нужно пожелать, а не растерять, так сказать, в пути молекулы. Прикинь, портишься и похудел. Угу. Ну, стал весить меньше, потому что нога не долетела, например. Да. Или очко. И мне нравятся эти абстрактные ученые? Какие ученые? Именно, конкретно, каких наук? Ученые, моченые, ученые тиктоковских наук. Да нет, биологи, которые делают био в этом чатах. Конечно, просто никакие ученые этим не занимались и не пытались это никак доказывать, скорее всего. Британские ученые. Ты видела? У нее на одном пальце синее колечко, а на другом красное, типа вот эта вот матрица. Выйти с матрицы. Ты это заметила? Вау. Представить знакомое для вас место. А зеленое колечко похоже на эти колечки, которые типа твое настроение и показывают там состояние организма, вот эта хрен у тебя. Нужно создать эффект полного присутствия вот в том месте. Ваш разум должен быть... она пока телепортировалась, что у нее явно клетки мозга не третят. Black Flamberg, ты такой, да, вроде ничего не потерял, все нормально. И мыслю, как обычно. А на том месте, где, да, порталился, такой мозг плюх. Такой, так, как будто бы его и не было раньше. верить, что вы находитесь там. Я когда... Не исполнилось. Я прям очень верю, что я в этих местах. Я прям детально... Это похоже на тебя и на меня. Да, я знаю, у меня возле подушки иногда бывают букры пятны. из-за этого... Просто на серой просто не видно, как пятнышко высохло. А я просто просыпаюсь такой... А у меня это... Подушка такая вся эта мокрая. Такой... Блядь, куда? Отлечь чуть-чуть. Отлечь. Да-да-да. Я их вижу. Но почему-то во сне я не перемещаюсь. Что, хочешь попробовать? Телепортацию? Да. Давай. Куда ты хочешь попасть? Хочу... На Мальдивы. А ты деталь видела? Там вода голубая, песочек, там домики, вот так. Я вижу, а тут у тебя Мальдивы. Чайки там. Ну все, молодец. Голуба, уже в Мальдиву. Все, возвращаемся в реальную. Не, на чайк было похоже. Имитация чайк хорошая. Да, но если мы слили, были, оставлены были голуби. А, да? Монтажер. Чайки там. Я думаю, это нарочно. А. Ну все, молодец, побывал уже в Мальдивах, все, возвращаемся в реальность. В реальность. Да, проблема телепортации, это проблема в том, что собрать все обратно. Поэтому, как бы, многие вопросы, на самом деле, ученые этим занимаются, но пока что они выяснили, например, вот в теории, что если будет возможно путешествие во времени, они будут возможны только в будущее. Потому что поток времени движется только в одном направлении. С телепортацией, да, непонятно. А с телепортацией главная проблема все обратно. Все брать. И самое, 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 нет, ну, это... И будешь ли ты собой? И будешь ли это ты? Вот в чем вопрос. Все возвращаемся в реальность. А то, знаешь, может быть, это возможно, знаешь, как в играх, что надо сначала где-то побывать, чтобы у тебя потом был этот... fast travel. Потому что ты там, где бываешь, там с тебя снимают, так сказать, мерки и делают твою копию, так сказать. И когда ты портишься, ты просто, типа, сознание переселяется в копию. А, кстати, а если будет возможность переселять сознание, то и появится возможность продлять жизнь. И вай-фай сознания произошел. Надеюсь, короче, когда-нибудь ученые все-таки раскроют знания о телепортации. Ясный нужен костюм, но, знаете ли, испанской инквизиции никто не ожидал. Она бы всех за вот эти рассуждения и я бы туда отправила, на костер в смысле. Да. Мы как раз вчера посмотрели чернокнижника. Пройти тесты. Экзамен. Экзамен. В общем, дели три части. Сейчас я тебе буду давать разные задания, задачки, и ты будешь на них отвечать. Игра на «Да» или «Нет». Живое? «Да» или «Нет». «Да». 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 «Это чё?» «Да». «Да». В смысле «живое». Это же плюшевая игрушка. Нет. А держат его как плюшевую игрушку. «Он просто очень шмирненький». «Рыбка золотого цвета, да или нет?» «Нет». «Не дави на меня». «Нет». «Меланист». «На видео присутствуют элементы огня, да или нет?» «Да». 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 « Овто белое, да или нет?» «Нет». «Ты сбила, вы loyalty, покинете, все-все-все. Шапочка, да или нет?» «Нет». «Что я сделала? Я не понимаю. Давай заново, меридианы, меридианы, меридианы». «Ой, наверное, просто немножко ушли». «Поток вышел из средних пальцев». «Бабочка синяя, да или нет?» «Нет». «Настраивили». «Меридианы, да, сошлись». «На видео есть фрагмент мультфильма, да или нет?» За листом горячая или холодная? Как вы чувствуете? Холодненькая. Ребята, а вы что чувствуете? Давайте попробуем. Горячая вода. Горячая чашка с водой. А когда докажет? Я не вижу пара. Выглядит холодная. Ну, все, Соля, я тоже. Насколько действует на телепатии? На 100%. Слабо угадать? Нет. Какой номер я загадала? 23. Терла черты лица хитрами. Прямо сейчас. Я надеюсь, что я не стану с возрастом такой же жалкой, чтобы это делать. Уже решила, я чувствую. Какой номер я загадала? Это один вопрос тебе, а другой твоему астральному телу, чтобы точно понять. Я думаю об этом номере. Сейчас будем в пати. Скажи, пожалуйста, мне просто. Номер? Сейчас плакать будет. С бывшим общается. Скажи свой номер. Ответ будет завтра. Ответ будет завтра. Завтра? Нет. Я могу сказать, что если я не могу быть милой феей, то лучше я уже буду злой ведьмой, чем пытаться быть милой феей, не будучи ей. Все верно во втором. Перед вами экстрасенс. Все, ребята, Полиночка прошла все наши тесты. Не верю в экстрасенсов, верю только в экстрасексов. Кончила наше видео, наша учеба. Держи тебе сертификат. Можешь теперь давать свои результаты в ТикТоке, на Ютубе, на стримах, просто везде. Я тебя благословляю. Ты моя умница, молодец. Спасибо, что верили в меня. Спасибо, Алечки, за вот это прекрасное обучение. Не за что. Сертификат подарит мне новую жизнь. Я смогу зарабатывать себе на еду. Она сказала сертификат. Ой, я так рада для тебя. Не забывайте подписываться на канал. Не могла бы сейчас, может, тебя заскамить? Я никогда не путал. Я не говорил сертификат. Нет, ты не путал, ты всегда угорал. Да. Ну я же тебя заскамила. Что, я это сказал? Не у всех, в особи мужского пола, есть такая способность с возрастом. Она может быть утрачена. Или с болезнями, увы. Два экстрасеза. О-о-о-о. Я до сих пор помню, как этот один у нас из предпринимателей, который вейп-магазин держал, он реально всегда говорил сертификат. На полном, блядь, серьезе. И я такой, да ну как? Мужик, ты же старше, чем я. Какой нахуй сертификат? Полина тоже, но она будет помогать, если нужно какие-то вопросы. Это, видать, тебя калило точно так же, как и меня калило у главы сельского поселения. Гэ постоянное. Он ни разу не... Просто как бы у нас Гэ и Гэ вариативная. Вот. У большинства местных. Но есть некоторые экземпляры, которые только Гэ и говорят. Если ты думаешь, блядь, ты выступаешь речами публично, ты известное, так сказать, влиятельное лицо, ну неужели ты не можешь себе поставить букву Г? Г и Г. Ну, как бы, чтобы это звучало нерезонансно. Но нет. Гондоны. Меня это калило со школы. Мало того, что вот это вот гундёж на линейке, вот так, что это Г, и с возрастом это не менялось. Я такая, да мы бы замёрзли, или мы пожарились, в зависимости от того, что это за линейка. Пустите нас домой или внутрь школы. Мы телепортируемся на мой канал. Всё. Один, два, ах, ах, всё. Сделать мог. Чихнули и пропали. Зубочки. Забавно. Да-да-да. Надо, наверное, ещё будет смотреть видос и на втором канале. Походу. Зубок. Забавно. Забавно. Ух! Продолжение следует...